Продолжение следует... Как другое, и от себя каким-то образом дистанцировать. Все социальное пространство всех людей вокруг себя нужно делить на своих и чужих, то, что социологи называют in-out группами. Такое мышление позволяет выживать в мире. Чем более мир сложный, тем вероятнее, что это мышление становится базовым, потому что, ну иначе тебя бомбардируют все время какими-то новостями, какими-то новыми аспектами того, как люди живут, и тебе очень сложно ориентироваться в этом мире, нужно как-то его на черно-белом каком-то спектре разложить. Но, к сожалению, это приводит к тому, что теряются нюансы, теряются обертона, и очень легко, оказывается, принимать решения, что хорошо, что плохо, что достойно, что недостойно, как нужно действовать, как не нужно действовать. И эти решения оказываются важными к принятию на каждом даже микроскопическом шаге. То есть не просто там определять, что такое хорошо, что такое плохо в принципиальных моментах, которые касаются каких-то, ну, вещей, о которых мы морально договорились, вне моральной есть детей. Это касается в том числе каких-то очень микроскопических решений и каких-то очень микроскопических шагов. В результате привычка к этой социальной категоризации приводит к тому, что в ситуации кризисов очень сильно обостряются конфликты, и люди их сами создают. Для того, чтобы определить, в какой позиции ты находишься, нужно любую непонятную ситуацию обострить и, соответственно, выдворить тех, кто тебе не нравится за пределы твоего жизненного пространства, и объединить тех, кто тебе нравится, значит, вокруг себя, например, или объединиться с ними, если ты себя не очень видишь лидером. И мне кажется, что сейчас мы пришли к той точке, когда вот эта привычка к социальной категоризации, она приводит к тому, что вообще нет никакого многообразия позиций, или, по крайней мере, многообразие позиций не приветствуется. Приветствуется очень четкое определение за или против, с нами или против нас. И, к сожалению, это то, что воспроизводится людьми с самым разным образованием, с самым разным культурным бэкграундом. Все остальное называется релятивизмом моральным. Все, что связано с человеческим телом, мозгом, с биологией, оно заточено под такие действия. Сколько бы мы ни говорили о том, что, знаете, очень важно разнообразие, очень важна инклюзия, еще что-то, это все обсуждения такие теоретического, гуманистического характера, которые гораздо более новые, чем, условно, наши мозги, которые привыкли работать по-другому. Или чем история человечества, которая доказывает, что вообще жизнь, она по-другому должна работать. И я вот думала, как культуролог, что я могу здесь, ну, как бы предложить, потому что я же примерно тот самый, значит, бесполезный философ, который все анализирует, но вроде как ничего не производит. И первое решение, которое мне пришло в голову, это то, что, ну, вообще-то, есть культура, это совокупность некоторых объектов, артефактов, которые мы создаем. Но у культуры всегда есть очень большая проблема, она доступна очень немногим. То есть то, что люди воспринимают как культура, это обычно высокое искусство, доступное не очень большому количеству людей. И то, что должно измениться, нужно научиться рассказывать о культурных ценностях, не примитивизируя их, не только с помощью объектов, которые должны выставляться в классных музеях, показываться на закрытых показах, там, в кинотеатрах, на каких-нибудь подмостках элитарных, не знаю, театров непосредственно. То есть нужно, чтобы гораздо большее количество людей понимало, что каждый жест и каждое, вот любое действие, любая практика, это, по сути, производство культуры. Я думаю, что нужно категорически перестраивать то, что мы воспринимаем в качестве образования вообще. Причем не только там где-то в каких-то локальных пространствах, там российское образование, европейское образование, я не знаю, сингапурское образование. И не только на конкретных ступенях, там, образование в высшей школе или образование в школе средней, да. Нужно просто задаваться вопросами о том, о чему мы вообще хотим учить людей и как, на каких основаниях должно быть построено образование. Образование не должно быть соревновательным. Образование не должно строиться на том, что ты должен достичь определенной оценки и быть лучше остальных. И тогда тебе открывается больше возможностей, потому что соревновательность образования приводит, во-первых, к тому, что развиваются новые типы привилегий и новые типы дискриминации. Тот, у кого круче оценки, тот быстрее поступает в университеты высшей категории. Тот, кто поступает в университеты высшей категории, получает доступ к лучшему нетворкингу, к лучшим связям. Кто-то получает доступ к лучшим связям, получает доступ к лучшей работе, к лучшей карьере. Мы можем взять финскую систему образования. Она тоже не идеальна, естественна, но, по крайней мере, до определенного этапа соревновательность и, соответственно, обесценивание тех, кто в соревновании не успешен, отсутствует. Потому что очень часто бывает так, что система образования почти всегда настроена на определенные критерии успеха, а люди очень разные. И ты можешь не подпадать под эти критерии успеха, но ты можешь быть прекрасен в чем-то другом. И как раз отсутствие соревновательности и возможность посмотреть на разные компетенции дает тебе шанс все-таки найти что-то свое и в чем-то своем состояться. Я вообще гораздо больше верю не в формальное образование, а в неформальное. Я верю в то, что университеты, школы и другие институции могут быть важными, например, для общественного или государственного строительства с точки зрения валидации. Ну вот, галочку поставили, но не с точки зрения освоения реальных навыков, реальных умений и реальных компетенций. Это дает неформальное образование, которое может быть гораздо более независимым, которое должно быть конкурирующим и которое должно предлагать такие мета-навыки. Не учить освоению условно какого-нибудь инструмента типа молотка, а более системному мышлению и более системному подходу к восприятию этого мира. И в этом смысле мне кажется, что университеты существуют, потому что университетам это выгодно. И потому что университеты это понятная машинка для тех, кто их содержит, спонсирует, это неважно, частный капитал или государственный капитал. Но университеты это машинка закабаления в очень большой степени всех, кто там присутствует, причем от студентов до администраторов, которые подчинены определенным логикам, меняющимся очень медленно. Даже если изменения кажутся революционными, они все равно очень медленные. И в этом смысле университеты не очень работают для большинства специальностей. Для специальностей, которые ориентированы на разговор про человеческое, 100%. То есть я могу говорить про социальные и гуманитарные специальности, и связанные с ними не работают вообще. В школах за предметами, которые с какого-то момента начинают очень сильно разводиться, ну со средней школы, собственно говоря, мы очень теряем как раз человеческое измерение жизни. То есть мы как бы предполагаем, что если мы научим ребенка, как устроен дождевой червяк, какая форма соляной кислоты, формула соляной кислоты, что было в 12-1812 году, и как устроен депричастный оборот, то мы соберем какие-то компетенции, из которых складывается человек. Нет, мы это не соберем. Мы соберем разрозненные факты, в большинстве своем фактоиды, потому что то, что касается гуманитарных наук, это точно фактоиды, это не факт. По сути, мы создаем такого весьма инвалидизированного человека, у которого есть вроде бы рациональное знание, но оно, во-первых, очень дистанцировано от мира, а во-вторых, оно ничего не дает с точки зрения понимания ценностей, с которыми ты хочешь быть солидарен или не хочешь. У меня есть предложение, какие предметы вообще надо ввести. Один из предметов, который я предлагаю вводить, он может называться очень, ну вот в моих устах он может называться очень тяжеловесный, сейчас объясню, что это такое. Это предмет про эффективный альтруизм, про то, как помогать другим, и про то, как вообще устроен наш мир с точки зрения возможностей взаимопомощи. Почему эффективный альтруизм? Ну это концепция Питера Сингера, который говорит о том, что помощь, она должна иметь какие-то эффекты, то есть ты помогаешь и ты будешь помогать, если ты понимаешь, что это привело к каким-то изменениям. Потому что в большинстве случаев, если люди помогают и знают, что это ничего не меняет, они в какой-то момент бросают это дело, либо выгорают, ну как активисты, да. Я могу прям себе представить, как этот предмет можно запараллелить, например, с природоведением и с биологией. Потому что ты вместо того, чтобы рассказывать, как устроен земляной червяк, или как там выглядят млекопитающие, ты берешь ребенка с, например, подписанным согласием со стороны родителей и везешь его в приют. И вот показываешь, как живут там животные, чем они питаются, какие у них проблемы, как они здесь оказались, с чем имеют дело люди, которых лечат. И это все про животных, ну про животных в контексте человеческого. И про то, что ты конкретно, как ребенок, наблюдающий за живым, не в зоопарке, не на сафари, а вот в очень некрасивых, обычных условиях. Можешь сделать, что ты можешь сделать со своей жизнью в этой связи, что ты можешь сделать на более таком широком объеме каких-то кейсов, каких-то случаев. И мне кажется, что, естественно, то же самое можно вводить, как элемент урока про общество знаний или про общество ведения, когда ты можешь взять и, например, познакомить детей с разными организациями, которые работают с детьми с РАС, с бездомными. И прямо можно в своем собственном городе. Даже не надо смотреть на какие-то далекие перспективы. Вот этот социальный мир, вот это социальное устройство, вот это социальная несправедливость, вот эти нормы, по которым мир устроен, вот как они легко приступаются, вот как легко попасть в категорию людей, которые сталкиваются с социальной несправедливостью. Я правда верю в работу двух принципов. Принцип разнообразия и принцип инклюзии. Принцип разнообразия говорит нам, что мы все очень разные. И если мы хотим иметь картину мира, которая это различие фиксирует, нам нужно, чтобы эту картину мира как бы составляли люди разного взгляда. И нужно признавать, что они есть. Не только есть мы, кто привык доминировать, и кто привык, что моя точка зрения — это самое главное, она зафиксирована где угодно. Есть еще кто-то, кто не обязательно вообще в нынешних условиях имеет право голоса. Принцип разнообразия, прямо переходим к принципу инклюзии. И создание любых решений, продуктов, культуры, не культуры, должно происходить с учетом вот этого разнообразия. Ну, это базовый лозунг активистов, мне кажется, уже десятилетия. Ничего для нас без нас. Если мы хотим строить мир, который для нас, мы должны понять, кто это такие мы, и что это не только привилегированные группы обществ, но еще кто-то другой, и коллегиально, кооперативно принимать какие-то решения. Это будет медленно, это будет небыстро, это будет дисфункционально, потому что все пересрутся между собой 10 раз прежде, чем договорятся. Но это будет инклюзивно, и это будет бережно, потому что в процессе переговоров, если мы понимаем, что в конце мы должны прийти к какой-то позиции, нам придется идти на какие-то компромиссы, нам придется выяснять, что принципиально, а что нет. Нам придется как раз практиковать эту несчастную толерантность, по каким принципам мы хотим обтеняться, по каким нет, хотим ли мы вообще находиться рядом друг с другом, хотим ли мы признавать, что мы живем в одном мире, или нам проще расплеваться и сказать, что мы не пересекаемся. И в таком случае, в том числе у тех людей, которые испытывают это обесценивание и эти травмы, будет гораздо меньше поводов и причин сталкиваться с травмами, потому что решения, которые принимаются, они принимаются исходя из интересов их группы тоже. И то, что они воспринимают как нападение на них, это может быть либо мой любимый эксцесс исполнителя, либо это их внутреннее понимание того, что где-то чего-то недодали, где-то пошли недостаточно навстречу, либо, скорее всего, это будет просто снято, потому что представители групп участвуют в принятии решений. Но сразу могу сказать, вот это очень важно, такой мир не может существовать в пределах, он немножко анархистский, он немножко анархистский. То есть это не огромные государства, это не огромные толпы людей, это очень небольшие группы, потому что договориться можно небольшими группами.